Есть люди, которые способны поменять в своей жизни всё. Стабильность, о которой так мечтает большинство наших сограждан, не для них. Они, не задумываясь, меняют города, профессии, образ жизни. Такие люди не лучше и не хуже нас с вами. Просто они иные. На планете Земля есть двенадцать волчат. Они ходят одни и глядят, и молчат. Одного я нашла у себя во дворе. В октябре или нет, в ноябре. Мои сегодняшние гости из породы людей, которые могут поменять всё. Они не способны только изменить себе, сфальшивить, сбиться с верного тона. Знакомьтесь, Ольга Чайкина. На яршистой макушке не таял снежок, На хрустальной рубашке не таял и грел. Он глядел хорошо и молчал хорошо. Хорошо на меня он глядел. Осень летала тяжёлая птица, Красные пёрышки, белый снежок. Будет ли небо над нами светиться? Будет ли нам хорошо? Может, ныне когда закипала вода, Я стояла на кухне, питалась водой, На дорожке волчатком запела звезда, Собрала их в кружок золотой. Что танцуют они у меня во дворе, И кружатся над ними двенадцать ветров, И светится дорожка к хорошей паре, И идёт на планету добро. Есть и другие волчатки на свете, Курят на лавочке, ходят сюда. Только над ними не кружится ветер, И мне запела звезда. И когда я лежу за минуту до сна, И краснеет, как битва, планета моя, По ночному окушку стекает весна, И светится она по краям. И ночные врачи в голубых колпаках Всё плотнее сгущаются подле меня, А за ними волчатки глядят в облака, А за ними красно от огня. Ольга Чикина появилась на свет 8 мая 1969 года в самой обычной семье. Её мама работала фельдшером, Папа – газо-электросварщиком. Она родилась и выросла под Рязанью в маленьком городке Скопин. Очень уютный, красивый, Такой провинциальный, он такой махровый. Очень приятный город, Там с деревянными домиками. А я уехала в 17 лет. И как-то больше я там не жила. То есть живу совершенно как-то отдельно. И стараюсь в ту сторону посылать Только какие-то положительные импульсы. Какую-нибудь заметочку там вот из газеты. Там, не знаю, диск какой-то. Вот я обязательно привожу маме, Она хвалится перед соседками моими достижениями. В 17 лет Ольга уехала в Рязань Поступать в Государственный педагогический университет имени Есенина. Именно в университете впервые откроется её дар, Который много лет спустя Позволит маме хвалиться дочерью перед соседками. После того, как мы успешно поступили, Нас погнали на картошку. Всех гоняли на картошку, в колхоз. И там было две девочки, Которые замечательно совершенно играли на гитаре. И как-то мне показалось здорово, Стихи под музыку. Вот. И ещё, если себя компонировать, Дело не очень сложное. Выучила там три, ну шесть аккордов. И уже вообще молодец. Но я так пела тихо тогда, Как была так у Джавы. Так тихонечко, где-нибудь в уголочке, Перебирала там ле-минор всякий. И пела песню тоже преимущественно у Джавы, Ещё там кого-то. Учиться я стала ещё тогда на картошке. Но я очень тихо, Как-то незаметно для всех это делала. Все годы учёбы в институте. Ну, нас постоянно держали рядом с художественным словом. И поэтому это как-то для меня было совершенно естественно. Не гляди ты, Маша, сука, рызной, Я такой хороший человек. У меня так много в этой жизни городов, Лесу, в поли и рек. У меня папашины пластинки, У меня кутузов на коне, У меня бумажные снежинки На твоём заклеенном окне. А твоё заклеено окошко, А ещё родная у меня Космонавты, девушки и кошки, И цветы для вечного огня. У меня рубашка кружевная, Шостакович, лётчики, весна. Широкая страна моя родная, Очень широка моя страна. Я плыву с работой, как по морю, Я гляжу в ночное серебро, И в моём космическом просторе Есть луна над маленьким двором, Где поют качели под Наташкой, Синяки играют в домино, И она твоя пятиэтажка, А твоё заклеено окно. У тебя цветастые дорожки, У тебя ромашки на окне, А меня не видно из окошка, Да что ты, Маша, знаешь обо мне, Что ты помнишь, милая, и знаешь У глухого этого окна. Широкая страна моя родная, Так ли широка твоя страна. По-моему, на третьем курсе у меня был прорыв. Я пошла работать сторожем На рельсовую базу. Была такая вневедомственная охрана, Которая брала и студентов на эту должность замечательную. Это было для меня здорово тем, Что никого же нет ночью. Пустое помещение. А тогда это было бы... Где в Союзе вообще там молоденькой девочке Найти пустое помещение, Чтобы вообще попробовать. Уже начала петь Макаревича, Уже как-то мне поднадоел, Помня Куджава, И меня вот бросило в сторону русского рока. И тогда я выучила несколько песен оттуда И была совершенно счастлива. Мне очень нравилось. Я написала кучу мусора В подражание самым разным персонажам Известным нам позарубежной советской поэзии. А потом я как-то расслабилась И стала писать сама. В 1996 году друзья послали кассету С соленными песнями На конкурс, организованный Творческим объединением «Московские окна». И неожиданно для всех Чикина стала его лауреатом. Три-четыре песенки очень неплохих Были тогда уже написаны. И очень хотелось показать их там Монстром авторской песни. А Владимир Розанов, как раз затеяв Вот этот фестиваль, Предоставил такую возможность. То есть он пригласил Не кого-нибудь, а Сергея Яковлевича Никитина. Он пригласил там Егорова, Мещуков, Мерзояна. И, конечно, вот эта оценка, Вот эта обратная связь, Которая была тогда получена, Она как-то Самооценку выправила, так скажем. Потому что, на самом деле, конечно, Конечно, всем нужно доброе слово. В принципе, моя ситуация, опять же, Была легче тем, что Я до сих пор не воспринимаю Тексты песен за стихи. Я не читаю это стихами. Это песенки. У песенок положены тексты. Вот я пишу эти тексты. Для меня самое главное, Чтобы текст был музыкальным. Чтобы в нём была какая-то мелодия. А поскольку это не стих, а текст, То психологически это намного проще. Вот эту ответственность, Или какое-то чувство долга, Ты сразу спихиваешь в себя. И становится легко и хорошо. Твори, выдумывай, пробуй, Как тебе хочется. Ольга и писала так, Как ей хочется. Одних раздражал её скомароший голос. Другие называли её рокером Бардовской песни. Третьи говорили, что Чикина Лучшее, что ей в жанре на сегодняшний день. Но никто не оставался равнодушным. Так ли мне хочется белый мопед, Верный, как смерть, И тяжёлый, как кровь, Чтобы на нём разрывать облака? Так ли мне хочется, как Увидать, как бежит от меня По асфальту любовь? Осветить белой фарой своей Ей пути для побега Туда, где готов ей острог Или просто покой И ночлег, и какой-то другой человек О, мой белый мопед Так ли мне хочется белых волос, Белых тяжёлых, таких до асфальта, Чтобы от них никому не спалось? Так ли мне хочется, как Убежать от асфальта на землю Из мёда, кукушек и ржи? Убежать до стоячей воды, Где любовь отрешённо Мне точит ножи И живёт от души И глядит напряжённо И точит ножи О, мои белые волосы Так ли мне хочется красного рта Красного, как комсомольское время Чтобы на нём мужики погорели Так ли мне хочется, как Не заплакать и встать У стоячей воды, у моста, как солдат И принять на себя все ножи И прижать, так же остро тебя пережить И назад опрокинуть планету Из мёда, асфальта, кукушек и ржи Где мне, может быть, жить ещё четверть часа Или, может, ещё четверть часа О, мой белый мопед О, мои белые волосы Красные губы Первые успехи не вскружили Ольге голову Потому что песни – песнями, а жизнь – жизнью Закончив институт, Чикина пошла работать по специальности Школьным учителем словесности И пошла я в школу по причине того, что эта школа была открыта моими друзьями Это весёлые времена Это конец девяностых Это, значит, открывалась куча не государственных всяких учебных заведений Открылась наша школа, и мы решили, что уж мы-то, наконец-то, вообще человек нового времени Сейчас быстренько заделаем Воспитаем, научим как надо И вообще будут у нас замечательные дети Я посвятила этому занятию 7 лет Причём это была очень добросовестная работа Но, видимо, в моей жизни период смены деятельности составляет именно 7 лет Потому что ушла я в 2000 году оттуда И решила пойти просто в интернет-салон консультантом Чтобы мне работа не мешала вообще жить Проработала там опять же 7 лет Я бы хотела следующие 7 лет заниматься флешем Это анимация Анимация, когда разворачиваешь страничку в интернете А там что-нибудь прыгает, скотчет, перемещается Чаще всего это флеш Вот этим я и хочу заняться Но пока уж больно концерты мешают Концертов Ольги Чикиной в последнее время действительно много Впрочем, как и различных званий Она стала лауреатом Грушинского В 2006 году получила гран-при фестиваля «Петербургский аккорд» Но к восторгам и похвалам, как и к хуле Ольга старается относиться легко Мне нравится играть в эту игру Мне нравится, что в этой нише у меня столько друзей И концерты какие-то, и путешествия Чудеса и приключения всякие разные Вообще любое выступление, любой концерт – это тоже приключение И к этому важно так и относиться Вот ты приезжаешь к незнакомым людям Фактически в гости Вот они приходят, садятся Они как бы хозяева в этом зале А ты все-таки гость И что там дальше будет происходить, совершенно непонятно Это же тоже интересно Скоро я задую спичку у горбатого моста Скоро будет электричка Скоро будет темнота В темноту уткнется птичка В небе лайнер пропадет Под дождем намокнут спички Все намокнет под дождем А меня уже не будет А меня уже не будет А ко мне уже не пустят белых кораблей А меня забудут люди А меня уже не будет У меня уже не будет Тело на земле Раз, два, три, четыре По болотам, по пескам Никого не будет в мире Кто пойдет тебя искать Никого на белом свете И на черном никого По болотам ходит ветер Что ты хочешь от него А куда ты, мой солдатик Без братишки, без дружка Одного тебя не хватит Кто пойдет тебя искать У кого они в кармане Твои детские стишки Где твои однополчане Где советские полки Два, три, четыре Раз, два, три, четыре Никого-то в мире нету Только воздух и вода Не идут по белу свету Голубые поезда В темноте глухой и топкой Не порхает мотылек Не шурчит трава На тропке Не летает самолет Два, три, четыре Раз, два, три, четыре Говорят, талантливый человек Талантлив во многом Ольге Чикиной Помимо песенного дара Дан еще и дар Художественный В Амстердаме и Дрездене С успехом прошли выставки Ее картин Какие там картины? У меня нет никаких картин У меня картинки Чаще всего это черно-белая Графика такая Ну, тоже меня увлекают Совершенно разные вещи Вот я сделала серию Например, под медьков Вот, медьки Вообще, я очень люблю Этих персонажей Вот, и сделала Значит, ряд картинок Продолжила Вот эту линию добрых дел Значит, медьковских Например, там вот одна Есть такая сюжетная картинка Медьки уговаривают Апостола Петра Сделать дубликат ключа Медьки помогают Изменчивому миру Прогнуться под Андрея Макаревича Ну, какие-то вот такие вот идеи Она рисует Пишет песни Выступает с концертами А еще с удовольствием Участвует в различных Музыкальных проектах Последний из них Называется На лестнице дворца Этот проект был затеян Псоем Короленко Персонаж очень мощный Очень достаточно такой известный И тут он решил Сделать пластинку Французских народных песен Которая перевела на русский Такая парижская есть Поэтесса и переводчица Кира Сабгир Он собрал Там нескольких вокалистов В том числе и меня То есть я была приглашена Там в качестве вокалистки На этот проект И вот спела там Несколько песен Прекрасно Прекрасный материал Просто прекрасная работа И честно говоря Вообще Вот я думаю Что надо еще поисполнять Чего-то Вот И в общем У меня тоже есть задумки Чего бы мне такое поисполнять Очень хочется Хорошие блатные песни Поисполнять Например Шансон какой-то Какой-то фольклор Понимаете Человек он же Действительно обладает Чаще всего Несколькими способностями Как осьминог Там у него Одно щупальце Другое Третье Но одно щупальце Подлиннее Одно покороче Но это же не значит Что то которое коротко Нужно обрубить И вот Поэтому я стараюсь Заниматься всем Вот И тем Ну По мере сил конечно Вот Потому что именно это Делает вот Мою концертную деятельность Условной Такой Вот Какой-то игрушечной Невзаправдочной Высоко Над землею Летит самолет В самолете Девушка Летится И не видит Никто Ни коленок Ее Ни волос Ее Ни ее Лица Она Видит Белые В небе Цветы А такие Цветы Можно Видеть Любя А под ними Всегда Только ты Только ты Она Любит Тебя Она Любит Тебя И ты Идешь Под этими Цветами По дворам Домой И ты Глядишь На небо Разве что По вечерам Зимой И в дождь Тебе болтает И играет Детвора В разбой И все Она Летает И летает Над тобой Тобой Ты Глядишь Как в опасной Ночной Тишине В телевизоре Скачет Культурный Враг Но Пульсирует Красная Точка В окне Что-то Есть Еще Что-то Здесь Не так Кто так Носится Там У тебя За плечом Кто-то Рвет Это Прочное Небо Любя Так Прекрасно На свете И так Горячо Она Любит Тебя Она Любит Тебя Когда Родится Солнце Под Секретным Лопухом Когда Когда По крыше Много-много Рыжих Петухов Когда Когда По миру Ломятся Голодные Стада Когда 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 Ты есть Когда Ты дышишь Что тогда Тогда Высоко Над землею Летит Самолет В самолете Девушка Летчица И не Видит Никто Ни коленок Ее Ни волос Ее Ни ее Лицо Она Видит Белые В небе Цветы А Такие Цветы Можно Видеть Любя А Под Ними Всегда Только Ты Только Ты Она Любит Тебя Она Любит Тебя Что Произойдет С Ольгой Чикиной Дальше Остается Только Гадать Где Она Будет Жить Чем Заниматься Мне Кажется Она И Сама Этого Не Знает Ведь Каждые Семь Лет Ольга Меняет Свою Жизнь Круто И Безоглядно Ну Вот Всякий раз Для меня Это было Просто Как Обухом По Главе Я Вдруг В один День Принимаю Решение Я Вчера Просто Не знала Что Меня на него Хватит И Не готовилась К нему Но Вдруг Ты ощущаешь Что Все Что Дальше Нельзя В эту Сторону Идти Потому Что Плохо Будет Плохо Нужно Менять Причем Менять Вообще Все Ну А не Знаешь Ли Это Что Через Семь лет Или Через Н Количество Времени Вы Перестанете Писать Песни Потому Что Вам Это Будет Неинтересно Может Может Это Всегда Боишься Это Всегда Может Просто Взять И Кончиться И Страшно Представить Допустим Себя В Каких-то Потугах Муках Ужасных Ой Полторы строчки Родилось Сейчас Я Страшно Превращать Это В труд И Конечно Шансы Что Ты Завтра Перестанешь Писать И Все Вот Это Обрубится Конечно Они Есть То Это Ну И Как С Любым Делом На Сам Деле Ну Конечно Кому Ж Хочется Творчество Это Вообще Самое Хорошее Что Человек Делает Это Самое Хорошее Занятие Творчество Потому Что В творчестве Ты Все Равно Лучше Чем Ты Есть На Сам Деле Во Мне Много Плохого Много Хорошего А В Творчестве Я все Так Лучше Чем В Быту Так Скажем Вот Поэтому Конечно Хочется Хочется Быть Лучше Все Равно Ольга Не Лучше И Не Хуже Нас С Вами Просто Она Иная Но Что Бо Не Делала Чикина В Этой Жизни Она Никогда Не Изменит Себе И Не Собьется С Верного Тона Я Сижу На Корточках Посреди Вокзала Я В Любви Дойти Нас До Облачка Будет Все Как Раньше Как В Начале Я Его Не Трогаю Я Его Не Трогаю Плыви 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 Я Трехлетка Держала За Ниточку Точно Такое Плыви Я Не Знала От Части Где Право Где Лево У Лета Плыви Оно Лопнуло Прямо В Руках И Мне Дали Другое Плыви Оно Было Таким Же Опасным Такого Же Цвета Я Сижу На Корточках Посреди Вокзала Я В Печали На Меня Внимательно Псина Безобразная Глядит Почешу По Мордочке Будет Мне Дружочек На Вокзале Я Его Не Трогаю Я Ее Не Трогаю Иди 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 Мы Утонем С тобой В нашей Общей Собачьей Печали Иди Ну Ну Какой Я Дружок Погляди Я Сижу На Прицеле Иди Я Не Знаю Где Право Где Лево На этом вокзале Иди Я Не Знаю Какое Число И Какой День Недели Я Сижу На Корточках Спит Моя Хорошая Собака А Над Нами Облачко А Над Нем Высокая Звезда Светит Нам Из Космоса И Зовет По Камушкам Из Лакам К домику Открытому К домику Открытому Туда 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 Где Над Нашим Огнем Будет Греться Осиновый Ветер Туда Где Мы Будем Кормить Лебедей Лесников И Шакалов Туда Где Мы Будем Светло Говорить Как Мы Жили На Свете Туда Где Мы Будем Светлее Огней Городского Вокзала Городского